Здравствуйте! Мы продолжаем наш эфир. Сегодня у нас в гостях директор городского кладбища «Абдал» Виктор Викторович Громов. Виктор Викторович, как Ваше предприятие готовится к Пасхе и к поминальным дням? – Подготовка ведется, ежедневные уборки. У нас работают порядка 4 единицы техники, машины, ежедневно вывозится мусор. Трактор работает, побелки, покраски. Готовимся к поминальным дням. – Активно готовитесь. Хорошо, а много ли заброшенных могил и кто за ними ухаживает? – Бывают люди появляются на могилах через 2-3 года. Заброшенные могилы, как правило, висят на ответственности тех, кто хоронил людей. Много могил есть за хоронения, это безродные вообще, за ними не ухаживаются. Но средствами коммунального предприятия, естественно, сектора, где такие есть могилы, производим покосы, уборки, обрезку деревьев. – То есть все-таки опять все ложится на плечи предприятия, и оно вынуждено проводить такие работы. Хорошо, а насколько часты случаи вандализма? Сейчас они увеличиваются, их количество, или все-таки уменьшаются? – Вообще по количеству, конечно, вандализм уменьшился, но хочу сказать, что такое вандализм. Это воруют иногда оградки, это металл. Я думаю, с этим можно побороться только так. Если не будет пунктов приема металлолома, естественно, девать их некуда будет. И понятие вандализма исчезнет сам соблюд. – Но сейчас у нас случаев очень много. Вот сколько примерно? В отличие от прошлого года, увеличивается количество или нет? – Нет, не увеличивается. – Да, но стабильно так, наверное, и идет, если можно сказать стабильно в этом случае. – А существуют ли льготы для ветеранов и для тех людей, у которых не хватает средств на могилы, на захоронение? – Ну, кто у меня был, у меня никогда кабинет не закрыт, кто люди приходят с просьбами, с проблемами, у нас комбинат никогда никого оставил без внимания. Льготы по захоронению, естественно, существует перечень льгот, которые люди пользуются, это возмещение по захоронению, и ветераны, и участники Великой Отечественной войны, ветераны, ветераны труда. Это законом определено, и у них идет компенсация на захоронение. – Что касаемо, когда люди приходят с личными просьбами, мы всегда идем на встречу. – Но много таких людей приходит? – Много, особенно вот когда перед поминальными днями у кого-то ограда, у кого-то памятник подремонтировать, особенно когда приходят пенсионеры, как можно отказать? – И получается отремонтировать за какие средства? – За средства предприятия. – Хорошо. Вот тоже такой вопрос, он очень серьезный насчет крематориев. В России эта процедура, она существует. В Украине она существует, но не так распространена. В Крыму будут ли возвращаться к этой процедуре, будут ли ее вводить? – Ну, я не готов сказать, будут ли, но я считаю, что эту тему надо поднимать, потому что это проблема. Проблема захоронения — это проблема земли. Это проблема не только Симферополя, мне кажется, это проблема всех южных городов. И мне кажется, на уровне правительства эту тему надо поднимать. – Хорошо. Ну вот если касаться проблем расширения кладбищ, это, наверное, всегда было одной из главных проблем, правда? И сейчас у нас, с одной стороны, самозахваты, с другой стороны, поселок. Скажите, как вы собираетесь решать эту проблему? – Ну, в настоящее время, скажем, до вот этих последних событий, решением исполкома было выделено на расширение кладбища на 8 гектар. Было предварительное слушание и дали нам возможность разработки проекта. Ну, в настоящее время пока это все затормозилось, но я думаю, к этому вопросу через определенный период мы придем. – Ну, вы говорите с проектом, а можете хотя бы намекнуть, каким образом вы собираетесь решать эту проблему? – Как производить проект отвода земли, будет решение, ну, раньше это было решение исполкома, как сейчас будет, законодательно не готов сказать, будет отведен участок земли под захоронение граждан Симферополя. – А есть еще куда отводить? – Есть. – Еще есть, да? Ну, хорошо, спасибо большое, что вы к нам пришли сегодня. Мы не завершаем наш эфир. Оставайтесь вместе с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова